Ну и что за дело ты примитил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное? Угу. У Аросаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрем. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижников, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из пассивики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тебак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил брику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. И еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин банит. Итак, с кого хочешь начать? С мальстремовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрему. Ногой. Тогда я поеду в Коуфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Ну, это в какой-то другой день. Продолжение следует... 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 Он выкашивает наших! Меня прижимали! Осторожно! Более не было! Более не было! Более не было! Более не было! Милитех! У них эти дроны в каждой дыре! Более не было! 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 Более не было!